Добрый вечер дорогие вы зрители. Я опять в футболке. Это значит 3 декабря 2012 года в городе выпал снег. Мокрый, мокрый такой знаете лопатый снег. Чисто южный, чисто киевский. Снег от которого всегда возникает головная боль у владельцев транспорта и у городских властей. Ну а тех и других приходится больше смотреть по телевизору, потому что скажем я являюсь кабинетного, ученого, писателя, журналиста. Это когда меня уже выносит на репортерскую работу, тогда меня как живщик по земле перемещает жизнь с одного места в другое. Но до тех пор я больше готов размышлять о всяческих странностях, которые преподносит наша жизнь в наше время. Кто-то сыграл с цифрами. Цифры у нас в этом месте действительно удивительные. Смотрите. 12-го. 12-го. 2012-го. Катастрофически интересная цифра. В этот день начинает работать украинский парламент. Тот, который хотел начать все-таки 17-го. Цифра вроде бы 8, вроде бы круглая, первая, которая бы говорила о возможности и допустимости этого седьмого парламента войти. Какие святцы украинской истории? Ну, какие тут святцы? Когда и так все ясно, все надо каким-то образом заняться государственным репрендингом, это должен быть процесс взаимообразный. Все присущиеся депутаты должны будут поучаствовать в подобном процессе, потому что у народа накопилось очень много претензий власти. Очень много претензий ко всем ветвьям власти, как исполнительной, так и законодательной, к тем ситуациям, которые сейчас происходят, как говорят в Украине, на царине или в царине, то есть в области тех или иных правовых действий, когда уголовный кодекс еще не принят, он будет принят, скажем, условно говоря, 1 января, а его уже им планируют, им планируют, применяют к руководителям Мирковского завода, минеральных вод. Мы об этом заводе уже достаточно много слышим. Есть и другие больные вопросы и точки, которые, в общем-то, вместе сочиняются в какой-то большой, непроглядный аванпост, с которым вечности не войти. Вы знаете, поэтому очень хорошо, что Парламент изменил цифры на более мягкие. И давайте посчитаем вместе 3 плюс 12, 1 плюс 2, это будет 6, и плюс 2, 1, 2. 2012, так вот, 6 и 5, это 12, это 2, это будет Парламент мелкой нервозности, некого конструктивного соглашательства и почти незамечаемый страной Парламент. Цифра 2 говорит о том, что на этот Парламент не ставит никто, ни проправительственной силы, ни народа. У всех достаточно много сомнений, если Парламент вырвется за ту цифру, с которой он начинает, нумерологически, то дай ему Бог. Но, похоже, не вырвется. На восьмерку он не дотягивает. 17 число пролетело, народ забеспокоился проблемами, которые существовали в стране раньше, и пришлось отказаться от идеи стать великими и забить хвост в историю. Вот такая штука на нервологии. Она предполагает, но она не назначает цифры рождения и смерти, в том числе и седьмой каденции Парламента. Не предполагает. Просто определяет. Народу не нужен вечный гвозь от седьмого Парламента. Народу не нужны текущие, реальные, решительные, постоянные изменения. Поэтому народ не дотерпил цифры 17, которые так удобно было бы тем парламентариям, которые привыкли полагаться на вечность. Не будет вечности у этого парламента. Будет сразу и все решать народ. Что касается проблем, которые интересует каждого отдельного человечка, очень смешно наблюдать неких людей, которые сегодня позахватывали огромное количество спичек, какой-то сечки, гречневый, там еще, крупные артеки, еще, еще, еще. Свечей понакупили и ждут конца света. И друзья уже мне как-то сказали, вот я всегда полагаюсь на иронию своей жены, она уже заметила, что люди толком не живут, а к концу света суетятся, стараются прийти с наибольшей готовностью. Но опять-таки, поскольку мы посчитаем по той же нумерологии 21-12-2012 года, это получится цифровое выражение та же двойка. Естественно, кроме какого-то дриблинга, человечество вяд ли ожидает большие проблемы, чем некий дриблинг. В том числе с перетаскиванием свечей из прилавка магазинов, какие-то загашники, которые будут накапливаться во многих людей в подсобках малых или тражих квартир, которые рано или поздно сидят тараканами. Хоть говорят, что их и нет. Да, видимо, сидят. Сидят. Не смогут столько свечей из политики и являнина на Новый год. Хотя и обещают отключать свет, и возможно, действительно будут отключать свет. Но сейчас, в первый день, когда попал действительно большой киевский снег, в квартирах стало несколько более теплей, несколько более вольгодней. И ирония о том, что конец света не предвидится, стала более-менее приниматься. Я вот еще о чем хотел сказать сегодня. Наверное, такой тоже странный контекст приобретает понятие богатства. Ну, период ожидания конца света, ну, всяческие группы населения реагируют по-своему. Кто-то рассказывает, что вот Арон, дескать, ему фекалии ступил. Все кричат к деньгам, к деньгам. Даже какой-то там вот это фильмец соорудили, ребята наши, все олигархи, которые просто прикалываются над всей ситуацией, когда выходят некие гангстеры в фильме «Клан Беламуда». И первым делом один из гангстеров вступает в огромную кушу собачьего, как говорят в Украине, война. Ну, и так же, тут же у него собачьи, к деньгам, к деньгам. Другое дело, когда маленький воробушек, не отец, а мать, порой и отец, и мать, мастера вернись в гнездо, еще вернее, когда ласточка бьет свое гнездо, она очень аккуратно к перышку подыскивает наиболее целесообразные компоненты того, что должно стать богатством ее мира, что должно войти в конструктив того гнезда, который она сооружает для своих будущих птенцов. Ну, скажите, какое имеет дело вот это миазм земной, вот с этим гнездом ласточки. И дело в том и в том и в другом случае идет какое-то общение с материальной следой. Из одной следы, по перышке, по тростинке, ласточка выбирает наиболее тонкие, наиболее яркие, наиболее необходимые для своего мира компоненты, которые потом склеивает и создает гнездо, в которые муки уже жить, потому что гнездо похоже на нее стопроцентное, стопроцентное попадание. И человек, вступивший, извините, даже не в то же самое, если облачало ее, а в некий денежный поток, в котором он неадекватен, которому он не готов, который, ну да, не обтекает его, а даже может убить, такой человек неподобил ласточке. Был такой древний греческий царь, который, Ксандр, который вроде бы Ксандр, хотел не только, поскольку с философом, выбить море, но и хотел, чтобы однажды его наградили даром, чтобы к чему он не прикасался, превращалось в золото. И это случилось, к чему он не прикасался, к воде, к пище, к любимой женщине, к детям, все превратилось в золото. Он остался совершенно нищим, одиноким человеком, и умер от мучения голода, и человек так и не сумел получить последний пилоток воды и влаги перед самой смертью. Все, что он не просил, превращалось в золотые капли, которые его убивали. Сегодня человечество по-новому осмысляет вот эти древние вещи, начиная от собачьих фекалий и заканчивая желанием древнего царя, ко всему, что он не прикоснется, превращается в золото. И приходит мысль, что должен быть какой-то новый, избирательный подход к тому, что человеку нужно. Что человеку нужно на сегодня, на завтра, на вообще, на жизнь. Для чего приходит человек? Прежде всего, чтобы иметь какое-то отображение в мире. Вот сейчас появились некие интересные русские сериалы, в которых рассматривается, что родился ребенок с правосторонними органами, а перед этим в лоне матери рассосался ребенок. Уж поверьте мне, это такое дело спорное. Тут надо спрашивать у врачей, физиологов, так ли это возможно плод, который имел нормальное, левостороннее отображение органов, и только вот тот правосторонний, скажем, симметрический оттиск этого ребенка, который рассосался, появился руль. Вот реально это или нереально? Говорят врачи, что реально, а генетики говорят, что реально, что она является очень редко такое, но появляются правосторонние люди с правосторонними органами, но мало кто знает, что на генетическом уровне из 80 существующих известных ученых аминокислот, человеческому организму, подходит 46, и только один из этих компонентов, только одна аминокислота, имеет правостороннюю направленность. Все остальные клоны, все остальные аминокислоты, которые входят в состав наших организмов, это аминокислоты с левосторонними, скажем, осями вращения внутреннего цикла, и поэтому неудивительно, что мы появляемся все-таки на Землю левосторонними, а удивительно, что появляются люди с правосторонними органами почти наши антипромы. Ну, собственно, и те, и другие имеют право на жизнь, и те, и другие сегодня спасаются от предстоящего конца света, каждый по-своему неумно, каждый не знает, собственно, всей информации, не владеет ею, и поэтому, кроме как каймизма подобной ситуации вызывать ничего не может. Когда-то Карл Маркс сказал, что последняя фаза всемирной эстетической формации обычно есть ее комедия. Есть ее комедия. То есть сейчас мы люди, которых, если бы действительно случилось шандарах, назад попали, скорее не в трагическое, а в комедическое ситуации. Мы не знаем, как себя вести в этой ситуации, но пройдя через эту ситуацию, мы как бы можем снова взлететься к миру вещей материальных, которых нам придет завтра соприкасаться. Вот сегодня из всего материального мира, который, в общем-то, мы создали, со всеми компьютерами, со всеми смартфонами, со всеми телефонами, куглофонами, айфонами, нам всего-то и понадобился всего телефон. Мы уже обсуждали ситуацию, что когда произошло затопление Нового Орлеана, люди, которые пытались пользоваться всеми функциями, сразу быстро расследили свои реально спасающие маячки их в наводнении телефон, то есть надо отказываться сразу от всех фантастических функций, которые предлагают новые технологии, оставлять функцию телефона. И люди, которые всю жизнь гнались за богатством, в последнюю минуту оказались в ситуации, когда не все богатство мира им понадобилось, понадобились всего лишь спички, свечи, что привело к остановке свечных заводов. Свечные заводы Украины перестали справляться с промышленными объемами того, что вдруг понадобилось всем. Мы конкретно из мира наших идей выкристаллизировали одну милепую идею того, что нас спасут в этом, но внезапно накрынувшем на нашем мрачном мире, слава богу, но ее все-таки не случится. И я, видите, тоже говорю степень какой-то вероятности. Сам же когда-то сказал первую магазинничку, что вот возможно такое произойдет, и не подумал, где че-че ляпнул, за мной тетке кинулись покупать имевшуюся в ту фору магазин спички и свечки. С того, я так думаю, и началось. Наверное, еще несколько десятков умников занятий сморозили указ по расчету за продукты, и вот понеслось. Мы этого и не желали, и не думали, а вот выходит, что носить знания в себе значит думать. Каждая мера знания это мера ответственности. Ну вот скупят эти люди, вот переживут эти три дня, вернутся в мир, тот, который когда меч будет разрушительным три дня без света, у людей не хватает фантазии все это представить, а я бы что-то попытался, это волна, всплеск необузданного вандализма, даже не бандитизма. Это разрушение каких-то материальных центров хранения, всего, что можно хранить, от всяческих ватников до самых современных каких-то радиоаппаратурных вещей, которые действительно не понадобятся в ближайшие год-два, если так верить, прогнозы ученых, что будут разрушены трансформаторы, несущие электроэнергию, то понадобится как минимум от 6 до 9 месяцев планеты Земля, чтобы восстановить запасы тех самых накопителей электрической энергии, которые, в общем-то, и будут питать то, что может быть подастся раскрофлением. Это, конечно, гипотеза, но она заставляет думать совершенно на других несовершенно реальных уже сегодня вещах. Все ли то, что мы видим глазами, нам необходимо взять? Почему мы не пытаемся высмотреть в каждой отдельной вещи ту единственную грань полезности, которая может быть нам применима для нашего мира вещей и являться поддержкой нашей физиологии и нашего духовного мира? почему-то никто не подумал, что сегодня происходит интересное явление. Люди умные, люди тонкие, люди, которые хотят завтра что-то взять, приходят и на фейсбук, и вконтакте, и на ликитин, и в одноклассники, и снова на фейсбук, с тем, чтобы не только услыхать какое-то слово, но чтобы посмотреть какой-то дизайн, какой-то образ, чтобы осознать, обозначить в грани своего будущего мира. Есть выставки цветов, куда люди приходят, чтобы обозначить грани своих запахов. Есть выставки политиков, которых тоже надо обнюхать, общупать, обсмотреть, прицельно определить, насколько они подходят вашему мироощущению. Есть миры тех, кто завтра останется довольствоваться миром, который приведет к очередному концу света, с торбами, с мешками. Есть те, кто просто будет жить завтра. Я думаю, что вот пережив этот конец света, мы сумеем почувствовать, что все больше людей все-таки хотят жить завтра. И вот с этими людьми я буду завтра разговаривать. А сегодня мне больше сказать нечего. Мир вашего дома Аштир Андер Вент. Редактор Аштир